Севастополь Здравствуйте, меня зовут Милена Амедия, я родилась в Крыму и в этом блоге рассказываю о событиях, которые происходят у меня дома, на родном полуострове. Поехали! Севастополь лишился единственного в городе отделения травматологии. На месте подразделения 1-й городской больницы российские власти решили развернуть ковидный госпиталь на 110 мест. Даже сами местные чиновники признают, что выбор помещения определяли российские кураторы из Кубанского государственного университета. Отработали идеальное место, по их мнению, для перепрофилирования коечного фонда. Это отдельно стоящее здание, здесь отдельные входы. В данном учреждении можно обеспечить безопасность как для медицинских работников, так и для пациентов, чтобы не было перекрестного заражения. В отделении уже развернуто 8 аппаратов искусственной вентиляции легких и занято 20 мест. Исполняющий обязанности главврача больницы Пирогова заявил, что пожертвовать с травматологией пришлось из-за того, что в здании есть все необходимое, чтобы быстро переоборудовать его в инфекционный госпиталь. Прием пациента вместо травматологического отделения теперь будет хирургическим. В этом здании имеется подводка кислорода и, возможно, организация палаты интенсивной терапии для больных, которые находятся в достаточно серьезном состоянии. Было завезено необходимое оборудование, были приняты необходимые меры. Это все, конечно, делалось достаточно быстро, оперативно. Коллеги и сотрудники наши затратили много энергии на это все. Но результат вы видите, что в течение двух дней госпиталь развернут. Получается, что коллегам из соседней России лучше знать, где и как лечить больных коронавирусом. А сотрудников травматологии можно и не спрашивать. Особенно если они против. И такое решение называют преступлением. Я считаю, что это не просто какая-то халатность, а просто преступление. Мы единственная травма, единственная на весь город Севастополь и прибрежные села от Северной до Байдарской долины. К нам везут всех больных. В хирургическом отделении, куда вынуждены заселяют травматологию, предоставят вместо сотни мест только 26. А это, по словам работников, слишком мало. В день у нас бывает поступление свыше 20 человек. Плюс операционные дни у нас бывает от 4 до 6 операций в день. Нас вообще в известность поставили только вчера. И вот мы забили тревогу. И просим помощи у города Севастополя. Отделение травматологии до открытия госпиталя занимало несколько этажей в отдельном здании. Теперь же им выделили один этаж в общем корпусе. Работать в неприспособленном отделении медработники не хотят. Они уверены, что отсутствие должных условий скажется на оказание неотложной помощи пациентам, а также на тех, кто перенес операцию. Возможно, кого-то даже придется выписывать раньше времени. Также не исключено, что пациенты вынуждены будут лежать прямо посреди коридоров из-за дефицита мест. Мы были вчера в хирургическом корпусе и осматривали те условия, которые нам предоставляют. Условия на самом деле ужасные. У нас нет ни моечной, там ни она не оборудована, ни санпропускника, который должен быть, когда врач входит в операционную, да, и переодевается, чтобы идти на операцию. Этого ничего нет. Там нет ни ламп бестеневых, которыми мы уже оснащены, ни рентгеновских аппаратов там нет, ни наркозных аппаратов. Севастопольцев с подтвержденным коронавирусом госпитализируют в инфекционную больницу, в больницу номер 9, госпиталь Минобороны или пансионат Изумруд. Пациентов с легким течением болезни оставляют дома. Врачи считают, что этого достаточно и жертвовать единственной травматологией в городе нет никакой необходимости. Мое личное мнение, что достаточно на сегодняшний день в городе медицинских учреждений специализированных, которые могут разместить ковидные койки, а не превращать больницу в кавычках, которая у нас называется больница скорой помощи, первая городская больница, в ковидный центр. Сотрудники собрали полсотни подписей, чтобы сохранить отделение травматологии, но руководство их не поддержало и искать другое место для госпиталя не стали. Как в таких условиях будет работать отделение и скажутся ли изменения на жителях Севастополя, узнаем скоро. Я продолжаю следить за этой темой. Меня зовут Милена Медеда, телеканал Дом. Подписывайтесь на нашу страницу в Facebook и на канал YouTube. И обязательно делитесь с нами тем, что происходит у вас дома. Пока! Субтитры подогнал «Симон»!